Добрый день! На библейский портал Экзегет поступил вопрос о правильной молитве. Ну, давайте, зачитаю вопрос, потому что вообще термин «правильная молитва» как-то вообще не укладывается в голове. Вообще есть молитва, а есть не молитва. А «правильная» и «неправильная» — это говорить очень сложно. Но, тем не менее, вопрос звучит так. Говорят, заставь дурака Богу молиться, он себе лоб расшибет. Что значит «правильно молиться»? Вот у господина Бердяева есть такое произведение «Истоки смыслов русского коммунизма», в котором он рассказывает, откуда взялся русский коммунизм и откуда крайности. Все крайности в нашем бытие. Потому что русский коммунизм — это явление, которое даже ни с Марксом не связано, ни с Энгельсом не связано. Это такое что-то, свое собственное явление, которое именно связано с состоянием крайности в решении многих вопросов. Говорят, гулять-то гулять. Поэтому все в русском человеке связано с тем, что он забывает самую главную духовную составляющую. Как говорил наш старый владыка, золотая середина. Лучше, говорит, недомолиться, чем перемолиться. Лучше недопаститься, чем перепаститься. Лучше соблюдать какую-то золотую середину, чем бывать в крайностях. Потому что любая крайность граничит с тем, что идея закончится своей противоположностью. Вроде бы идея была хорошая. Человек выцерковлился. Человек пришел в храм. И его желание спасти весь мир приводит к тому, что в антагонизм к вере, к Христу, к церкви и к всему духовному встает вся семья. Потому что эта семья не хочет ни поститься, ни молиться, ничего. Не в рай торопиться. Крайности. Вроде правильные слова, вроде правильные поступки. А вот желание всех запастить, замолить и привести к какому-то своему собственному пониманию духовной жизни приводит к тому, что человек становится антагонистом. Вот. Поэтому, чтобы лоб не расшибать, нужно понимать, духовная жизнь, она имеет тоже свои границы. Кушать хочется? Хочется. Но то есть, если ты обожрешься, у тебя пузо треснет. Если ты... Поэтому лучше не доесть немножечко. И все, что хочется в духовной жизни, вот состояние фитства, оно лучше, чтобы проходило под присмотром, если уж не священника, то, по крайней мере, человека, который этот путь уже прошел. Вот. И об этом лучше разговаривать, ну, во-первых, со священником. Как правильно молиться? В какой мере правильно молиться? Какие молитвы, в каком размере и как совершать? Я думаю, что если ваш духовник, понимая ваш духовный возраст, определит вам там часть правила или размер правила, или регулярность правила, или время правила, то это будет, наверное, самое лучшее послушание, чем набрать себе по вашему желанию там по 8 часов молитвенного правила, изображать из себя, изображать из себя схимника, и потом, в конце концов, сломать себе ноги, голову и внутренний стержень, и закончить тем, что вообще возненавидеть молитвослов и все, что связано с выцерковлением, и с выцерковлением, с Богом, с храмом и с молитвой. Поэтому, как всякое дело, нужно начинать потихонечку, не торопясь, и под присмотром. Поэтому правильная молитва, она будет именно вот в этих параметрах. Посоветовался священник, как молиться? Он тебе дал какое-то небольшое правило, сказал, просто регулярно его исполняй. У нас, когда приходят маленькие детишки в храм и выцерковляются, у детишек очень важное правило. Они каждое утро, каждый вечер читают Отче наш. Здесь не объем правила определяет его молитвенность, а просто регулярность исполнения приводит к привычке. Каждый день исполненное правило приводит к привычке, а это привычка потом, давай еще одну молитву почитаем, ну давай. А давай за папу помолимся, который в дороге, ну давай. Но только с его собственного желания, чтобы это было с радостью, а может быть им самим. Вот так потихонечку-потихонечку приходится нарастать молитвенное правило. Но обязательно под присмотром, обязательно, чтобы было какое-то руководство. Я уже говорил, если не священника, то, по крайней мере, духовно опытного человека. Лучше крестного. Да, это самая надежная составляющая. Ну, наверное, так. А правильность и неправильность молитвы, это опять же... Молитва либо есть, либо ее нет. А правильность и неправильность, и судить, наверное, только Бог. Помоги всем, Господи. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok